Да это вообще катастрофа. У нас пенсия слишком большая, мало сильно повысили, пусть выше повышают, чтобы мы вообще под забор пошли. Что от этого меняется? Что они лучше будут работать или что? Или мы что-то можем доказать, свои права отстоять? ЖКХ обороться трудно. Пенсию индексируют. Последняя, ну не знаю, мелькала на 4% индексация. Ну будет, как обычно, годовая. И 14,7%. Вот и весь комментарий. Ростову, Красноярску, Барнаулу и еще сотням городов и тысячам сел нашей страны придется затянуть пояса из-за роста тарифов ЖКХ. С 1 декабря россияне будут платить по новым завышенным тарифам. Жители уже придумывают схемы, как сэкономить. Ну свет включать не будем лишний раз. Колбасы уже не купишь. Прорыву забыли. Потому что, ну, сегодня в магазине был 700 рублей рыбина потянула. Не у меня. Вот и все. Ешьте витамины, пейте рыбий жир. В России платежка в квитанции в среднем вырастет на 9%. Однако регионы вправе устанавливать свой тариф. После зеленого света Алтайский край отклонился от среднего уровня. Совокупный платеж подрос до 11,4%. В большинстве муниципалитетов общий размер повышения составляет чуть больше 10%. Зато в двух крупных городах повышение запредельное. В Бийске почти на 11,5%, в Барнауле почти на 15%. Много это. Конечно, это неправильно. Куда хватают-то? Где-то миллиардеры... Ой, извините. Где-то миллиардеры богатеют поэтому от этого. У них-то сумма увеличивается, по-моему. В Барнауле это будет почти на 15% повышение. Как вы к этому относитесь? Вот так радостно. Так мне радостно, что так повышается цена. Прям жить неохота даже от такой радости. Все уходит на лекарства. Все на лекарства уходит. Ну и минимум на еду. Я не знаю, сколько стоит. Поэтому не могу ничего сказать сейчас. Получается, вы не платите коммунольный платеж? Почему? Плачу как-то, но они для меня незаметные. Зарплата не повышается, а тарифы повышаются. У нас трешка. 10 тысяч отдаете еще месяц? Да. В чем? Придется себе отказывать? Нет, это не наше. Ну, в одежде, наверное. В сладостях. У краевого управления по тарифам своя правда. По их мнению, если цены на услуги не повышают, то ресурсоснабжающие компании не смогут поддерживать стабильную работу системы ЖКХ. Предоставлять качественные услуги по воде, электричеству, газу, отоплению. Рост стоимости коммунальных услуг поможет модернизировать те же сети, которые сегодня износились. Однако некоторые эксперты считают, что у энергетиков попросту не хватает денег на прокладку и ремонт теплотрасс. Вот они и нашли выход с повышением тарифа. По сути дела, под это повышение тарифа хотят покрыть некую бесхозяйственность. Поскольку у нас старая советская система осталась, сети, а в результате они, естественно, требуют постоянной замены. Вот, например, 51-й дом на Красноармейске. За зиму три раза прорывалась труба и три раза приезжали, выкапывали. И в конце концов, прошедшим летом, решили все заменить. Снова опять летом выкопали, проложили новые трубы и так далее. Дальше, то есть вот это все вещи, они хотят, как бы, я думаю, хотят немножко прикрыть повышением этих тарифов. Необоснованное повышение, они хотят покрыть все издержки. Сибирская генерирующая компания, в частности, если говорить о ней, то есть она вот в свое время пролоббировала изменение тарификации по альтернативной котельной, заключила, соответственно, все эти соглашения и так далее, которые подразумевают и определенного рода повышенную тарификацию. И в этой ситуации, когда вот это постановление вышло, оно тоже предусматривает именно для них несколько больший зазор повышения, чем в среднем по регионам. При этом, конечно, они должны вкладываться в модернизацию, но здесь уже вопрос контроля, наверное, больше. В этой ситуации, как они их тратят, как они их потратили, как планируют потратить. Всю неделю наш медиахолдинг пытался получить комментарии у сибирской генерирующей компании. От комментариев СГК наотрез отказалась. А ведь к ним вопросов больше всего. Ведь строка за отопление в квитанции самая дорогостоящая. Председатель одного из барнаульских ТСЖ говорит, что проблема роста тарифов комплексная, глубокая. Отчасти она связана и с большими долгами со стороны населения за коммуналку, а также низкими зарплатами поставщиков коммунальных услуг. Можно понять и ресурсовиков, потому что ты тоже хотят неплохо жить, хорошие деньги зарабатывать. Все, у кого платеж за услуги ЖКХ вырастет больше, чем на 11,4%, могут рассчитывать на компенсацию. По крайней мере, на сайте правительства края об этом говорится. Тогда непонятно, из-за чего весь сыр бор, если деньги вернутся. Но если вникать, то до сих пор непонятна процедура получения льгот и ее сумма. Отопление идет, к примеру, всей квартиры, да, а при компенсации будет рассчитываться нормативная площадь. Ну, как бы, ты же не можешь, извиняюсь за выражение, одиноко проживающий пенсионер отопливать только 33 квадрата, да, у тебя их 50, и остальные кто? Получается, те компенсации, о которых нам заявляют, они пока непонятны, по какой схеме, кому, как и каким образом они будут выдаваться? Да. С компенсациями непонятно, новый тариф остается только принять. Горожанам анонсировали приятный бонус – рост коммунальных платежей заморозит аж на полтора года. Но вряд ли это успокоит население, особенно пожилое. Поохали, пахали, дальше пошли. Ни о чем, мы же не будем протестовать. А хочется? Хочется, но колется. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.